Международный турнир имени Михаила Калашникова проходит на Рязанской земле не случайно, но во-первых, именно здесь в 40-х годах прошлого века был протестирован легендарный АК. А во-вторых, 6 лет назад сам создатель автомата Калашникова лично закрепил право проведения этого турнира за Академией ФСИН России. Тогда же Михаилу Тимофеевичу пообещали повысить уровень данного турнира и свое обещание руководство Академии сдержало. Этот турнир и научное мероприятие международное, он предусмотрен календарным планом Министерства спорта и ряд других критериев выполняется, расширен круг участников турнира. Можно сказать, что это фактически все силовые ведомства, все вузы и большая часть территориальных органов подразделений специального назначения в ФСИН России. В 11-м ежегодном международном турнире имени Калашникова приняло участие более 120 спортсменов. В ходе первых двух дней турнирных испытаний предстояло выполнить 11 упражнений по правилам Федерации практической стрельбы России. Поразить мишени с наибольшей точностью в динамике, затратив как можно меньше времени – вот главная задача спортсменов. Самое сложное упражнение, наверное, первое упражнение, потому что оно самое большое, там самое большое количество мишеней. И самое главное, просто не забудьте обстрелять. Обстрелять все мишени, не потерять, иначе будут штрафные баллы на числе. Самое обидное, когда ты просто не обстреливаешь мишень, не попадаешь в нее, ты просто ее не видишь. Ровная мушка и плавный спуск – это рецепт меткой стрельбы Евгении. Однако сложность состоит и в том, что каждый год для спортсменов готовят новые упражнения. Все как в жизни, одна и та же ситуация дважды не повторяется. Но суть задания неизменна – быстро заметить мишень и попасть. Лучше, конечно, в ее центральную зону. Центральная зона – альфа. Ее границы расположены вот здесь. Средняя зона – это Чарли. И внешняя зона – это дельта. То есть попадание в альфу дает значение 5 очков, в Чарли – 3 очка, и в дельта – 1 очка. Вот возникает вопрос, почему в практически себе форма мишени, но вот такая вот, но если его поректируют на тело человека, то эта альфа как раз имитирует расположение тех жизненно важных органов, поражение которых достаточно быстро приводит к летальному исходу. В завершающий третий день соперники соревновались в статике, выполняя упражнения А4 по правилам единой всероссийской спортивной классификации. Кроме того, были проведены дуэли среди желающих участников в выполнении данного упражнения из изготовки к стрельбе стоя. Турнир проходил на двух площадках – стрельбище Академии ФСИН в Редкино и полигоне Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени Маргелова в поселке Сельце. Завершились соревнования 1 октября, тогда же прошло награждение сильнейших участников. По итогам турнира в копилке Академии ФСИН России 4 первых места, в том числе в командном первенстве – 2 вторых и 2 третьих.